Всем привет друзья! Как знаете, если выходит новое видео, то я его записываю не для того, чтобы похвастаться, а поделиться очередным пиздецом, который происходит. Короче, захотелось мне погреться как-то. Было пару дней прохладно. И в данном вопросе меня ожидала крайняя фиаско. Это та машина, которая ебет владельца постепенно. То есть не все сразу ломается, а по чуть-чуть. Вот прошло буквально пару дней, как я радовался, что у меня там тукнет масленка, звук двигателя отремонтировал, чтобы не стучало. Ну вы все видели в моих видео как бы. Ну сука, радоваться она, блядь, не дает. Не дает долгое время. То есть порадовался, давай еще. Мне это напоминает жену, которая, блядь, что-то купишь, она радуется буквально 2-3 дня, а потом еще давай, еще давай. Вот BMW это то же самое. Поэтому если у вас есть бабки содержать двух жен, то тогда продолжаем. Ну вот, блядь, едет, все хорошо, тяга есть, нормально все. Нахера, блядь, сломался моторчик печки. А в той коробке находится новый моторчик печки. Я решил не заморачиваться с ремонтом старого, потому что, посмотрев отзывы в интернете, я понимаю, что данная процедура работает далеко не у всех. А на BMW E39 заменить этот ссанный моторчик нужно разобрать пол салона, снять торпеду. Я не собираюсь с этим играться, лучше один раз переплачу и поставлю новый моторчик печки. Но с другой стороны, что я хочу от машины, которой 23 года. Все детали, которые у меня здесь ломаются, еще с оригинальным клеймом BMW и с датой выпуска 98 года. Ну, повезло мне так. Должно было на мне это все начаться. И так уже третья машина подряд, в которой все поломки начинаются именно на мне. Поэтому, я надеюсь, что когда-нибудь это закончится, когда всю тачку переберу. Ох, блядь, сколько это денег. Это жене не куплю два айфона, ничего не куплю ей. Будет голодать, блядь. Единственное отличие жены от BMW в том, что жена может уйти к другому. BMW не уйдет. Она будет ебать тебе мозги до конца твоих дней, но зато не уйдет. Поэтому, если у вас встает выбор, выбирать кого, жену или BMW, я думаю, вы примете правильное решение. Поэтому на вкус и цвет фломастеры разные. И каждому выбирать свое. Кто-то любит пиво, кто-то любит виски, кто-то любит мокрые киски. Так и здесь с автомобилем. Покупая старую Beho, ты должен понимать, что эта машина представительского класса была. И цены на нее остались такие же, как для представительского класса. Плюс ко всему у меня есть пара новых обновочек. А именно, я купил себе колеса 16-го радиуса. Потому что мои меня просто заебали. Это были у меня неоригинальные итальянские колеса. И каждое попадание в яму влекло за собой балансировку и рихтовку колеса. Меня это жутко просто заебло. Я купил стандартные для Е39 ромашки радиус 16. Крепкие, в хорошем состоянии. И которые не ебут мозги и садятся на центральное отверстие идеально. Данные тапки выглядят чуток лучше моих предыдущих. Но за счет того, что они оригинальные и в отличном состоянии. У них есть ряд преимуществ перед моими итальянскими. Вот мой итальянский шерпа, который до этого стояли. Мало того, что меня в них бесило, что на одном диске постоянно закипал болт. Мне приходилось его сверлить постоянно. Сейчас даже купил головку и экстрактор. Но слава богу, она мне приходилась один раз. Потому что эти диски больше я не поставлю на тачку. И вот в чем прикол. Вот стоит уже центровочное кольцо. А до этого его не было. И они стояли на передней оси. И неудивительно, что у меня диск был квадратный. И автомобиль не рулился. Плюс была дикая вибрация. Поставил сейчас вот эти оригинальные ромашки. Стало все намного лучше. Никаких вибраций. Диски хорошо откручиваются. И вообще меня успокаивает, что это оригинал. Хоть они и выглядят примерно так же, как те. Но за ту цену, которую я их купил, это подарок. Помимо этого, есть еще одна обнова. Я все продолжаю изобретать инструмент для BMW. По народным ценам. Клапаны уже разошлись быстро. На масляный стакан. Ребята, вы пишите с просьбой купить еще. Но пока, к сожалению, человек, который их делает, не может их сделать. Поэтому пока без них. Сейчас на очереди новые приспособа. А именно, инструмент для выставления фаз и блокировки распредвалов на двигателях М50, М52, М54. Да. Цена у нее довольно-таки приятная. По сравнению с теми комплектами, которые делаются из металла. Сделана из усиленной нити на 3D принтере. Номер детали вот такой, согласно TIS. И эта штука реально работает. Но использовать ее желательно на теплом, либо на холодном движке. Потому что температура плавления 90 градусов. Ну и, собственно, то, из-за чего мы сегодня собрались. Добро пожаловать. Тварь мразота. Моторчик печки. Значит, я взял мотор печки. Свежий. 2019 года конец. 2019 года. Что не может не радовать, что на этой моторчике даже муха не еблась. Вот. Все новое. Новые щеточки. Все. То есть, будем готовить к установке. Производитель Polcar. Польша. Но это с каким-то там определенным индексом. Q, по-моему, в конце. Что говорит о том, что это собрано на основе оригинальных деталей. И по качеству не уступает оригинальной запчасти. Мне пришелся, обошелся приблизительно в 70 долларов. Не каждый может себе такую деталь позволить. Плюс целый гемор с установкой. Будем пробовать своими силами. Плюс у меня есть вопросы по креплению торпеды. Потому что на ходу она немножко дребезжала. Отличный повод будет снять и все заменить. Параллельно будем заниматься самодрочингом. А именно, заехал на разборочку. Купил идеальный щиток с идеальными крутилками. Без следов использования практически. Против моих бабкокусанных щитков, на которые стыдно смотреть. И будет огонь. Опять же, взял целый набор всяких полировочных паст. Не знаю, подсел на эту фирму. Друзья уже заезжают. Тоже полируются фары, капоты. Цена хорошая. И реально паста работает. Еще сегодня приобрел ТРВ чистилку для тормозов. Это почти как карби-клинер для очищения всех поверхностей. Для соприкосновения, где соприкасаться тормоза. Я хотел с помощью этого баллончика попробовать убрать скрип тормозов. Но в итоге я подпилил колодки и все ушло. И снова приходит на помощь Алиэкспресс. Вот с такими штуками для снятия обшивки. Снимаем, короче, вот эту всю обшивку. Потом откручиваем щиток. Снял я декоративные эти херни. Здесь, здесь, здесь. Снял. Центральный воздуховод. Магнитолу. У меня просто стандартная 1-диновая магнитола для нищих. Она очень легко достается. Тут никаких усилий нет. Если у вас какой-то там телевизор или с навигации, то, к сожалению, я не подскажу, как его снять. Потому что не имел дела с ними. Дальше мы приступаем к снятию щитка. Самое главное, перед тем, как будем лезть в этот ящик, открывать декоративную накладку, нужно отключить аккумулятор, чтобы подушка не стрельнула вам в лицо. Вот эта бомба замедленного действия. Открывается легко. Щелк, щелк, щелк. И она держится на таком тросике. Здесь вот есть подключение. А вот сами болтики, которые крепят торпеду. Их нужно тоже открутить. Они далековато спрятаны, но мы доберемся. Если до этого момента меня разборка салона устраивала, или даже, можно сказать, возбуждала, то потому что здесь все стандартное по-человечески. Балтики, гаечки на 10, все как положено. Но, бля, здесь немцы сделали засаду. А именно, щиток крепится на балтиках торкс, а такой насадки у меня нет. И чего делать? А непонятно. Сейчас будем ходить по соседям, попрошайничать. Еще одна немецкая засада, без-за чего я не могу снять торпеду. Вот такой хитрый болтик с колпачком. Находится он здесь, сбоку. С левой стороны и с правой. Его тоже нужно открутить, так как он открывает доступ к вот этому болту, который крепит торпеду. Торпеду. Ее тоже надо открутить. Вы еще с нами? Тогда рассказываем дальше. Значит, снял щиток приборов, открутил два болта на приборную доску. И вот еще здесь один крявый болтик за подло идет. Пока больше ничего не вижу. По идее, это крайний болтик, который поможет нам достать торпеду. Итак, торпеда снята, машинка голая. Приступаем к самой деликатной работе. Это открытие корпуса печки. Итак, добрались бы до моторчика. Самое интересное, я не снял, к сожалению, как снимать тяги печки. Это самая пиздец геморная работа. Еще и чуть не сломал, короче, пластиковый кожух. Я когда буду ставить обратно, я сниму это видео, как поставить обратно, но будет понятно, как его собрать, все дела, но это пиздец. Да. Момент Х. Наш моторчик печки, вот за щелки, мы их есть первая, есть вторая, есть третья. Ага, там еще по краям, блядь, капец тут за щелок. Вот еще по краям, вот здесь. И так, спустя одну просранную пружинку, она улетела куда-то в недрик гаража, добрались до самого моторчика на трех болтах. Смотрите, самое важное, для тех, у кого автоматический климат, вот такой, как у меня, у вас идет вентилятор на трех болтах, у тех, у кого печка на крутилках, идет на четыре болта. При подборе моторчика обратите на это внимание, потому что разберете болтачки, а моторчик не подойдет. Ну что, дружище, садись со мной, сейчас начинается моя любимая рубрика, называется попиздим. Кальянчик готов, старый ублюдок рядом, приступаем к анализу ситуации. Значит, подведем итог. С 39-го у меня первое такое серьезное движение по поводу съема торпеды. Немцы, походу, решили отомстить нам за победу в Великой Отечественной войне. Итак, из хорошего торпеду удалось снять с минимальными потерями. Моторчик открутил. Реально оригинальный мотор еще стоит в щеток на нем нет. Поэтому он тупо не работал. Хорошо, что не завонял и не спалил ежика, как нередко бывает в рестайле, когда моторчик сжигает ежик и сам не крутится, а со временем сжигает ежик и в салоне может появиться запах гари. Я вовремя отреагировал, отключил панель климата, чтобы моторчик не работал. Ну и сразу уже заказал себе другой. Вот это говно мамонта. щетки. Их не то, что нет. Оно еще работало на святом духе. Якорь стесан в ноль. Разница между выемкой и здесь просто пипец. Это Сименс. А тут какого-то хера написано валию. Еще оригинальный. Верой правдой проработал 23 года. Ну ничего. Попробуем почистить. Поменять щетки. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, что у нас по потерям. Все-таки я доломал пластиковую защиту щитка приборов, но все равно я буду менять на новую. Не удалось эти торксы открутить толком. В итоге потом я придумал приспособу из плоской отвертки. Я болгаркой сточил концы, чтобы входили в болт. И удалось выкрутить, потому что панель приборов тоже крепится на такие торксы. А панельку ломать я не хочу. Также куда-то улетела маленькая пружинка, которая держит кожух вентилятора. Я ее поддел отверстию. Она из салона улетела куда-то в недры гаража. Я минут 10 ее поискал. В итоге бросил эти затеи и поставил там, где ее не хватает, на пластиковую стяжку сквозные отверстия. Самая сложная ситуация, с которой вы можете столкнуться, это снять тяги заслонок. Потому что если вы неправильно это сделаете, вы обломаете корпус, заслонки и тяги. Короче, у вас не будет работать печка, дуть из центрального воздуховода. Поэтому я перед тем, как снимать, начитался тис, как это делается. И я вам покажу, когда буду собирать. Потому что, когда я снимал, я так нервничал, что видео и не хотел снимать, чтобы вы не слышали мои маты.